Салам алейкум, Дагестан! Дороги, дорожные происшествия и все, что с этим связано. Ну а веду этот проект я, Ахмед Газиев. До Нового года осталось меньше двух недель, а за окном все светит солнце. Ну, может, оно и к лучшему. Никакого снегопада, гололеда, словом, на дорогах безопасно. Говоря о безопасности на дорогах, я предлагаю вам узнать о цифрах статистики ДТП за прошедшую неделю. Внимание на экран. 15-летний житель Дербента пострадал в результате наезда. 16 декабря 2021 года примерно в 17.15 в Дербенте по улице Чапаева 38-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2190, совершил наезд на переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте несовершеннолетнего пешехода. В результате произошедшего 15-летний житель Дербента с различными травмами помещен в больницу. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. А в Махачкале жертвой наезда стала юная девушка. 14 декабря 2021 года примерно в 16.00 на улице Майская в Махачкале 30-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-21112, совершил наезд на 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП жительница Махачкалы с различными телесными повреждениями доставлена в больницу. Еще трое жителей Дагестана пострадали в ДТП в Табасаранском районе. На четвертом километре автодороги Сертыч-Хучни в Табасаранском районе 28-летний житель Дербента, управляя автомобилем ВАЗ-21093, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Пежо под управлением 58-летнего мужчины. В результате произошедшего ВАЗ-21093 и его пассажир, 29-летний житель Дербента, а также 59-летний житель села Сертыч, находившийся в Пежо, с различными травмами помещены в больницу. А в столице региона в это время автомобиль ГАЗ А64П-45 столкнулся с легковым транспортным средством. Автомобиль ГАЗ А64П-45 под управлением 37-летнего жителя Гергебельского района столкнулся с легковым транспортным средством. В результате произошедшего автомашина опрокинулась и врезалась в фонарный стол. Жертв и пострадавших нет. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. В Махачкале задержали водителя, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. За нарушение правил дорожного движения сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль марки ВАЗ-111830, за рулем которого находился 43-летний местный житель. Во время проверки документов сотрудник полиции почувствовал запах алкоголя, исходивший от водителя. В ходе прохождения медицинского освидетельствования было установлено, что водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Сотрудники полиции выяснили, что ранее водитель уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 пункт 1 УК РФ, нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан напоминает о недопустимости нахождения за рулем в нетрезвом состоянии и призывает всех участников дорожного движения не только исключить факты управления транспортным средством в состоянии опьянения, но и не оставаться равнодушным к проблеме пьянства за рулем. Ну а мы призываем вас быть внимательнее за рулем и соблюдать правила дорожного движения. Несмотря на сухую погоду и ясные дни, без аварий не обошлось. А дело все в том, что, как видите, на самых ровных дорогах и самые светлые дни люди продолжают считать, что с ними ничего не случится. Наш следующий видеоряд как раз для таких. Смотрим и делаем выводы. Продолжение следует... 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 дисплей, который отвечает за большинство функций. Климат, аудиосистема, навигация, настройки. Из главных новинок в технологиях – контроль рядности движений на основе камеры в верхней части лобового стекла. Система следит за разметкой на дороге и поправляет автомобиль в рамках своей полосы. Попутно появилась и функция автоматического переключения света фар – ближний, дальний, которая работает на основе вышеупомянутой камеры. Поэтому предлагаем сконцентрировать внимание на особенности версии Peugeot 308 SV JT-Line. Во-первых, это уже упомянутый пакет Driver Sport Pack, кнопка Sport на центральной консоли, более резвая реакция мотора на педаль акселератора, спорт-режим АКПП, саундтрек из динамиков аудиосистемы, утяжеление руля. Также при включении спортивного режима меняются приборы. Подсветка шкал становится красной вместо привычной белой, но тогда не видно предельную зону тахометра. На дисплее между циферблатами вывозится дополнительная информация – давление надува, мощность и крутящий момент перегрузки. Во-вторых, это необычная продвинутая камера заднего вида. Несколько режимов картинки – стандартный, панорамный на 180 градусов, близкий зум и даже попытка нарисовать круговой обзор. Да тут некоторым представителям премиума следует поучиться у Peugeot. Это великолепный демонстрационный экземпляр, показать, как Peugeot может решить столь сложную задачу и увязать поедино необычные ингредиенты, создав из них изысканное блюдо из высокой автомобильной кухни. Однако это блюдо оценят только гурманы. Ситуация похожа на Peugeot 508 и Renault Space, а массовый рынок попросту выберет Peugeot 308 SV дизель на ручке за просторный салон и заманчивую цену. Или Peugeot 3008 за то, что это кроссовер с мощным мотором и хорошим оснащением. Вот такая суровая правда жизни. Хотя любители индивидуальности Peugeot 308 SV JT Line несомненно порадуют. Яркий и оригинальный, при этом практичный и удобный автомобиль. Говоря о покупке автомобиля, нельзя не упомянуть категорию БУ автомобилей. Для тех, кто хочет купить себе поддержанный автомобиль, но не знает, на что первым делом обращать внимание наш следующий сюжет. Внимание на экран. Большинство владельцев автомобилей хотя бы раз в жизни сталкивались с покупкой автомобиля с пробегом. Однако если раньше приобрести хороший поддержанный автомобиль можно было только у друзей или по знакомству, то теперь чаще всего сделки купли-продажи заключаются в автомобильных салонах. В последнее время многие желают приобрести поддержанный автомобиль, обращаются в дилерские центры, где, как правило, есть большой выбор автомобилей с пробегом различных марок и комплектаций. Причиной такого решения чаще всего становится ненадежность и даже опасность покупки автомобиля с рук. Ведь, как свидетельствует судебная практика, к примеру, 2016 года, с увеличением спроса на поддержанный автомобиль выросло число незаконных махинаций, связанных с обманом потенциальных покупателей. Уберечь себя от мошенника в случае покупки автомобиля у физических лиц можно. Для этого необходимо выбирать только те автомобили, которые выставляют на продажу сами собственники напрямую, без посредников. Зачастую желающие приобрести автомобиль стремятся всячески сэкономить. В интернете каждый день появляется масса предложений о продаже поддержанных автомобилей по сниженной цене с пометкой «Срочно». Будьте бдительны. Спешка и низкая стоимость могут свидетельствовать о желании владельцев побыстрее избавиться от сомнительного транспортного средства. В таких случаях особенно внимательно проверяйте документы при покупке автомобиля с рук и никогда не заключайте сделку при наличии только доверенности, даже если она нотариальная. Не приобретайте автомобиль у человека с доверенностью, даже если бумага нотариально заверенная. Откажитесь от покупки, если реального владельца, вписанного в ПТС, не будет на сделке. Запомните, машину вы покупаете только у человека, который реально ей владеет. Все другие варианты неоправданный риск. Старайтесь купить автомобиль с оригиналом паспорта транспортного средства. У машины старше 10 лет может быть и дубликат, ведь за долгую жизнь ТС меняет много хозяев. Но дубликат у трехлетки повод задуматься. Возможно в этом нет ничего криминального, но иногда таким образом пытаются преподнести кредитную машину как некредитную. Мошенник просто заявляет о потере ПТС и ему выдают дубликат, хотя оригинал лежит в залоге у банка. Вы покупаете залоговую машину с дубликатом, которую могут у вас отобрать. Сразу спросите по телефону, сколько человек владеет машиной. Если у него она пару месяцев и просто не подошла, то ехать, тратить время смысла нет. Скорее всего это перекупщик. Это не приговор, но обычно машины у спекулянтов не отличаются отличным техническим состоянием. В них целый мешок подводных камней, которые не сразу заметишь при осмотре. Купили такую машину подешевле, возможно спрятали самые главные недостатки и теперь стараются навариться. Еще один совет. Если количество владельцев в объявлении меньше, чем оказалось в ПТС, которое вам дал владелец, делайте выводы о его честности и воздержитесь от покупки. Банальная неправда, лишь верхушка айсберга из проблем, которые поджидают с этой машиной. Запомните, лучше не экономить на дополнительные проверки, в том числе через платные сервисы. Лучше несколько раз все перепроверить через разные источники, так как немного сэкономив на этом, вы рискуете потерять намного больше. Узнавать мнение людей все равно, что играть в русскую рулетку. Никогда не знаешь, что услышишь в ответ. Тишину, легкий щелчок или что погромче. Внезапность одна из причин, по которой наш любимый жанр в соцопрос, столь интересен. Смотрим и удивляемся. Как вы оцениваете общественный транспорт? Давно не ездил. Ну, сейчас уже получше. Ну, заметно это уже, как бы заметно по-любому. Давно не катался, конечно, но приходится, пару раз ездил. Вполне удобно, только единственное замечание я сделал бы маршрутникам, которые в переполненных маршрутках, вот маршрутки битком забитые, вот невозможно дышать, они все равно сажают пассажиров. Вот единственное, вот это вот не нравится мне. И получается так, что молодое поколение стоит, по-любому приходится стоять, то что взрослые выходят, ну, воспитание нам не позволяет сидеть, когда взрослые или девушки стоят. Ну, нормально, только газелей слишком много. Вот появились эти бусики какие-нибудь, раньше. Еще я маленький был, я помню, автобусы ездили большие. Намного лучше было. Из пяти два. Начнем с недовольных водителей, которые орут, ругаются. И вечно чем-то недовольные, которые водят не особо. Если давки нет, то нормально. Ну, как вам сказать, вы сами поездите, сами увидитесь, увидите все. Ужасный транспорт. Потому что автобусов нет, троллейбусы не ездят нормально, а маршрутки все нагло себя ведут. И ужасно жарко в маршрутках, невозможно. Я очень хорошо, мне очень нравится общественный транспорт, даже больше, чем такси, он иногда мне нравится, потому что в такси как-то сухо, а в общественном транспорте мне всегда нравится обстановка и водитель. Ну, не знаю, мне очень нравится. К общественному транспорту очень положительно. Как же без общественного транспорта? Очень хорошо и... Положительно. А почему маршрутки, троллейбусы все устраиваются? Ну, потому что я слишком редко езжу, я в Москве живу. Положительно. Я сам даже езжу. Маршруткам, троллейбусам? Да, и такси. И набитый битком. Вот стоять приходится. В маршрутках это у нас такая проблема. Во всех маршрутках есть такая проблема. Ну, это вообще ужас, конечно. Это ужас. Грязные, плохо пахнущие, водители невежественные. Они вообще, такое ощущение, что не людей везут, а дрова там, да. Вообще, это не страшно, брат. Вообще, это не страшно, там транспорты, да, люди вообще пахнут. Как бы сказать, такой жарит очень сильно. Невозможно было, да, находиться в Москве. Потому что, что жара, масса, паниционеров нету, да, маршрутки очень старые. Поэтому, значит, бесправо делать. Нормально. Пользуемся часто. Троллейбуса нет. Троллейбуса нет. В маршрутках, в такси можно. Последние несколько дней будто у всех выдались непростыми. А потому я предлагаю расслабиться, отвлечься на несколько минут и посмеяться. Страничка забавного видео на ваших экранах. Смотрим и улыбаемся. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну все, ну здесь на самом деле не нужно придумывать велосипед за наводом, колеса. Все давно всеми придумано. Просто нужно соблюдать все. Как вы думаете, имеет ли смысл запрещать выезд на городские дороги старому транспорту? Почему? Ну я не знаю, может быть я не специалист в этом деле, но почему? Если у человека пятерка, шестерка, может ему нравится на пятерке, на шестерке, а может у него денег нет на другую машину. Это же не означает, что он не может выезжать. Другое дело, что мы не часто с вами видим, что на дорогах молодые люди именно за этими дешевыми автомобилями ведут себя очень резво. Очень резво. Себя ведут и неоправданно на самом деле. Сам был свидетелем, как и рассказывали, видел, когда они становились причиной дорожно-транспортного происшествия, а потом держались за голову. Непонятно почему. Но опять-таки, если мы вернемся к тому, о чем мы говорили ранее, тем самым они пытаются, может быть, как-то там показать себя, проявить себя. Я не знаю, но это не самый лучший способ себя проявить. Проявляя в рисовании, в спорте, в Дагестане, тем более, в каких-то других направлениях. Но ты, проявляя себя, ставишь под угрозу и других участников. А насколько наши улицы и дороги приспособлены к движению такого большого транспорта, как автобусы и троллейбусы? У нас улицы довольно узкие в городе, в частности, в Махачкале. Учитывая еще то, что у нас большое количество общественного транспорта, формируются заторы из-за этого, не очень приспособлены, потому что, как мы понимаем, все коммуникации в городе, они не рассчитаны на такое количество людей. Ну, по мнению экспертов, я не эксперт, да, я ссылаюсь на них. Вот, поэтому, в целом, если говорить по Махачкале, ну, это вообще тяжелые случаи, на самом деле, не только в плане общественного транспорта, движения, дорожного движения, там, да, и коммуникации всех. Вот, ну, это, конечно, нечто, что касается Махачкалы. Здесь сразу, разом там все это неисправить. Конечно, не приспособлены. Конечно, не приспособлены. Ямки есть на дорогах, понятно. Эти ямки тоже становятся причиной заторов и происшествий. Машины виляют, пытаясь объехать, выезжают на встречную полосу. И это целая, как бы, история. Ну, есть программы, в соответствии с которым, от которых там дорожное полотнота меняется, ремонтируется. Опять-таки, дороги, которые были раньше и сейчас, конечно, не сравнить, сейчас намного качественнее. Расскажите, пожалуйста, на каких машинах вам приходилось ездить? В том, что я отношусь к машинам очень спокойно. Очень спокойно. Понятно, что чем выше там класс, там, комфорта, может быть, больше какие-то там дополнительные опции и так далее. Я предпочитаю седаны. Ездил и на высоких машинах, на джупах так называемых. Вот. Но предпочитаю седаны. Мне комфортнее на седаны. Ну, разных моделей. Какая машина вас больше всего разочаровала? Да нет, я не могу сказать такое. Да, но я... Ну, опять-таки, чем выше там объем, соответственно, больше расходов, говорить, смазочные материалы, на обслуживание в целом. Вот. Я повторюсь, опять-таки, долго на одной машине так, чтобы там 5-10 лет я ездил, такого у меня не бывало. Но по тем или иным причинам я менял, как бы, машины. Ну, бывали разных марок, как и отечественного производства, так и иностранного. А какой из автомобилей, на которых вы ездили, вам показался наиболее комфортным и приятным? Вы хотите, чтобы я марку назвал? Да. Это будет не скромно, нет? Ну, может, это будет и не скромно, но скромность украшает того, кому больше нечем себя украсить. Разные были марки и BMW, и Lexus. Вот. Мы, наверное, на этом и остановимся. Ну, нет, ну, там они разные, там есть прелести у каждой. И у BMW, если хочешь там поднажать чуть. Вот. А Lexus это такая плавная, как на корабле, мягкая. Машина, особенно, когда сидишь на заднем сиденье, комфортно. Вот. Ну, иногда люблю за рулем сам тоже поездить. Особенно на наших отечественных, или, как минимум, на механике, с механической коробкой. А как вы думаете, всем ли дано водить машину? Нет, я знаю людей, которые не очень любят водить машину. Вот. И они не водят, как бы, да, и нет никакой тяги к тому, чтобы водить. А дано нет, ну, в принципе, научиться можно, я думаю. С другой стороны, здесь очень важны способности, там, концентрация и так далее, рассеянная, собранность. Кто хуже в Махачкале, пешеходы или все-таки водители? Я не могу сказать, пешеходы или водители, хуже. Я всех не стал, вот, одну группу, так сказать. Загонять тоже. Есть и пешеходы, которые бездумно себя ведут, и водители, которые им подстать. Все группы, группы, скажем? В каких городах вам приходилось ездить, и где, по вашему мнению, движение организовано лучше всего? Ездил я в разных городах, и в Москве, и в Краснодаре, и в Ставрополье, в разных городах. Ну, поудобнее, попроще, чем здесь в Дагестане, нужно отметить. Говорят, что попроще, поудобнее, дороги покачественнее нет, вот этих ямах, где люки обычно бывают. Вот, все выровнены, четко, линии нормально прочерчены, пешеходные, двойные, сплошные и так далее. Вот, очень все комфортно, и люди, они постараются не выходить из своих рядов. Вот, может быть, на правой стороне там может быть полный ряд, там, а слева это пусто. Но, тем не менее, справа налево никто не выходит, не уезжает. Ну, все, как бы, комфортно. А вначале, конечно, непривычно. Непривычно. Думаешь, ну, почему там свободно, а что здесь, все стоим здесь. Ну, ладно. А вы пользуетесь зеркалами при вождении? Хороший вопрос. Перед тем, как выйти на работу. Это был хороший вопрос. Расскажите-ка нашим зрителям, а вы соревнуетесь в дороге с другими водителями? Конечно. Вот после того, что я рассказал до сих пор, я сейчас вам скажу, что я выезжаю на встречную полосу. Мне очень важно приехать первым. По-другому никак. Если в день раз наручники не дерну, там, занос не сделаю, то, значит, день прошел зря. Что? Что? Как вы думаете, можно ли отучить наших людей сидеть в смартфоне во время вождения? Мне кажется, это вообще беда. На самом деле, это очень серьезную тему. Сейчас вы затронули. Я часто даже замечаю, когда на светофоре стою, что люди в телефоны, как только чуть-чуть остановится, или там затор, пробка небольшая, сразу в телефоны. Но это очень отвлекает внимание. Я считаю, что нужно на это обратить внимание, на самом деле. А иногда вообще некоторые на трассе, на дальние расстояния тоже к телефону. Вроде машин мало, скорость как-то есть, то хоть ты там едешь, но тем не менее в телефон чуть отвлекся, там, выбежала корова, там, я не знаю, собака, все, приехал. А какое наказание должно быть за это? Ну, опять-таки, штрафные санкции в Коапе должны быть прописаны. А как вы относитесь к тем, кто не включает поворотники? Я включил сейчас. Очень хорошо отношусь, в кавычках. Ну, это очень сложно, очень сложно. Ну, меня самого, кстати, да, ну, должен признаться, что... Еду, еду, потом смотрю какие-то косые взгляды, думаю, что случилось, почему так? Думал, забыл поворотник включить где-то, отвлекся опять-таки. Отвлекся, ну, не нужно отвлекаться, нужно быть внимательным, включать поворотницу. Ну и ваши пожелания тем, кто выезжает на дорогу? Думать, прежде всего, о том, что им нужно доехать до пункта назначения. И доехать нужно целым и здоровым. Учитывать, что они отвечают не только за себя и своих пассажиров, но и за других участников дорожного движения. Вот, что нам нужно здоровое поколение, здоровые люди. Нужно себя беречь. Потому что это большое горе и страдания ближним, родителям, братьям, сестрам. Вот, поэтому берегите себя своих близких. Соблюдайте правила дорожного движения, старайтесь. Вот, не рискуйте. Ну, это неоправданный риск. Ну, не стоит играть с вещь, так сказать. Зачем? Молодые, здоровые, можете принести пользу себе, республике, стране. Ну, зачем так себя губить там или калечить? Вот, жизнь прекрасна на самом деле. Вот, и прекрасного много в этой жизни, поэтому не губите себя, в первую очередь. И все. Вот уж действительно хорошее пожелание. Надеемся, что оно хотя бы отчасти будет воплощено в жизнь. Уважение друг к другу – это то, чего нам так не хватает. Ну, а мы прощаемся с нашим сегодняшним героем и желаем ему легкой дороги и зеленых спетофоров. Почему-то, да, я задал вопрос, про то, где началось, у тебя правила дороги, и ты не сказал, вообще, где правила, соблюдать. Ну, ты скажешь, она нигде не соблюдана, она везде отцена. Дорога – это просто часть, вот, да, да, кстати, да. Ну, я как бы это внутренне понимал, но я все-таки еще задумался, может быть, где-то соблюдают. Что-то ты не нашел нигде, ну, че. Везде одинаковые. Да. И за район, и на дороге. Все одинаковые. Нет других. Да. Я вначале думал, что передача называется «На колеса», «На колеса», «На колеса». Колеса. Колеса. А думал, тема будет, как бы, этот, я, ну, самое-то. Наркомания? Да нет, зачем. Ну, что думал, тема будет? Вообще, как бы, это, в сомнении, думал, что только про вождение. Ну, а у меня на сегодня все. Это был 31 выпуск проекта «Колеса» и вел его я, Ахмед Газеев. Всем хорошей дороги и зеленых светофоров. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!